Сахарный диабет у детей не приговор. Сегодня в телефоруме мы расскажем о том, как научить детей с сахарным диабетом контролировать свое состояние в нормальной жизни и какие проекты помогают родителям и самим диабетикам получить необходимые знания. Добрый вечер. Я представляю вам наших экспертов. Это Ольга Макарова, автор и руководитель проекта «Диабет у детей – это не приговор, а всего лишь образ жизни», школа сахарного диабета в практике, диетолог-диабетолог. Здравствуйте. Здравствуйте. И Марина Шмелева, организатор лагеря дневного пребывания в Баланте. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте в целом заявим проблематику. Насколько сегодня большая статистика по заболеваемости диабетом среди детей? Ну вот смотрите, у нас по Владимирской области насчитывается примерно 2500 человек больных с сахарным диабетом всего, да. По Владимиру 200-250 деток только болеет. И, к сожалению, статистика очень удручающая. То есть из года в год примерно прирост больных с сахарным диабетом составляет 1-1,5%. То есть это достаточно очень большой прирост. То есть получается лет через 10, да, картина будет совершенно другая. Ну если, в общем-то, люди так будут относиться к своему личному здоровью, то да. Тут ведь, в общем-то, не то, что у нас такие ужасные плохие условия, как говорят, там плохая экология. Не бывает чего-то одного. У нас люди разнуздались в буквальном смысле. Что так понятие здорового образа жизни, понятие правильного питания, да, нормального режима дня, все это перемешалось. Большинство не понимает, что у них достаточно сидячий образ жизни. Начитывается в интернете много того, чего не следует, вместо того, чтобы обратиться к грамотному специалисту. В общем-то, результат налицо. Да и, в принципе, большинство не умеет самодисциплинироваться элементарно. То есть это один из факторов развития. Это самый главный фактор. Собственно говоря, первые, кто идут под раздачу, это люди с ожирением или с повышенной массой тела. А у нас сейчас, к сожалению, уже каждый четвертый четвероклассник имеет не совсем нужные габариты. Это даже визуально видно. И почему родители не предпринимают меры, а точнее они начинают предпринимать их дома, начитавшись в интернете совершенно ненужной информацией и калеча собственными руками здоровье своих детей. То есть ожирение один из факторов. Да. Да. Наследственность вообще играет здесь какую-то роль? Да, она тоже играет роль. Но что самое интересное, сейчас уже в течение пяти лет примерно люди, имеющие сахарный диабет, у них несколько поколений нету больных с сахарным диабетом. А вот именно начали заболевать те, у кого до четвертого колена они не просматривали ни одного больного с сахарным диабетом. И это как раз я все-таки свожу к тому, что идет неправильный образ жизни, не совсем качественные продукты питания, да и мы просто хулиганим элементарно. Получается, что дети-то здесь ни при чем. Ну, дети копируют взрослых и в первую очередь своих родителей. Вот если родитель ведет определенный образ жизни, такой образ жизни будет вести его ребенок. И плюс к этому все-таки давайте не будем забывать замечательные золотые детские годы переходного возраста, когда в принципе ребенку хочется что-то сделать то, чего нельзя. И когда все вместе уже неправильное определенное обучение и воспитание со стороны родителей накладывается с его личными пожеланиями еще дополнительно что-то попробовать, выливается в нехорошее букет. Итак, вы главный локомотив проекта. А когда он начался и, собственно, откуда пошла вот эта отправная точка? Ну, на самом деле, я сама болею с сахарным диабетом уже 30 лет. С 7 лет я заболела. И где-то в районе 10 лет я осознала, ну, меня очень неудачно обидели подружки. Знаете, подростки, они жестокие, они если обижают, то обижают жестко. Я осознала, что я болею с сахарным диабетом, потом чуть попозже оказалось, что я не могу пойти куда-то на танцы, в какие-то секции. То есть было, в общем-то, много перепитий. Плюс к тому, что постоянное лежание в больнице, дальше ты бегом-бегом пытаешься догнать материал школы. При повышенных сахарах ребенку достаточно сложно усваивать материал, знаю по себе лично. Это как раз из той серии смотрю в книгу и вижу фигу. И вот пройдя достаточно много перепитий, это была мечта моего детства. Показать, что больной с сахарным диабетом ничем не отличается от здорового ребенка. Так как для меня в те годы, только благодаря моим родителям, не все двери были закрыты. Мария Владимировна, вы стали частью проекта, да? То есть это лагерь как раз при этом проекте, создан для деток. У вас какие вообще отношения с сахарным диабетом? Есть личные, как у руководителя? У нас, я скажу так, что лагерь создан при танцевальной школе, при танцевальном клубе «Баланс», которому 25 лет. И это четвертый сезон лагеря дневного пребывания. До этого мы в загородных лагерях с детками всегда отдыхали. У нас, конечно, спорт и здоровая жизнь – это изначально наше кредо. И, соответственно, на сегодняшний момент в лагере очень много деток, не только тех, кто занимается в нашем клубе, но и любой ребенок в городе может в нам в лагерь попасть. И на протяжении четырех лет, естественно, в лагерь попадали разные детки. И мы, в общем-то, всегда способствовали тому, чтобы деткам всем было у нас в лагере хорошо, комфортно и удобно. И если есть какие-то противопоказания, то мы это всегда в лагере, естественно, обговариваем. И если есть ребята, которые могут чуть-чуть чем-то отличаться от других, то вообще остальные ребятки даже, в принципе, многие даже этого и не знали. Потому что и программа построена таким образом, и все вожатые нацелены на то, чтобы сделать так, что основная философия нашего лагеря, чтобы, соответственно, всем было хорошо раскрыть каждого ребенка. И в рамках общей программы, чтобы все детки существовали вместе. То есть это дружба, это новые друзья, это новые эмоции. И в данном случае какие-то, если возникают вопросы, связанные со здоровьем и так далее, то есть здесь всегда есть человек, который будет находиться рядом с ними. Некоторые детки, которые отдельно, например, к нам приходили с диагнозом даже аутизма, но ему как раз именно способствовал лагерь тому, чтобы ребенок мог и общаться. И мама находилась тоже рядом с ним часто, но он также присутствовал на всех наших линейках, участвовал во всех наших мероприятиях. И, естественно, такие дети, а дети с больными с сахарным диабетом вообще от других не отличаются. Недавно у нашего тоже спортсмена обнаружили такой диагноз, а он вообще является кандидатом в стероспорт по спортивным танцам. И как раз, например, фактора, связанные с ожирением, у него нет. Но вот он, да, к сожалению, этот диагноз у себя открыл. Точнее, вот попал в больницу, к сожалению, да, и об этом узнал. Вот, ну, поэтому все детки, которые в нашем лагере и попадают к нам, да, естественно, мы всеми способами стараемся сделать так, чтобы им было у нас хорошо. Вот, и тщательно продумываем программу в этом плане, и они также существуют и делают все то же самое, что делают остальные ребята, только с небольшой корректировкой человека, который наблюдает за их здоровьем. Так сказать, несет вот эту вторую часть ответственности, связанную с их здоровьем, потому что в любом случае эти ребята должны быть под постоянным контролем. И если мы понимаем о том, что в лагере вообще родители дают нам детей, понимая, что они находятся, да, под контролем у нас, вожаты, опытные, работают на отрядах, то и дополнительные люди тоже в отряде прикрепляются, и они также, в общем-то, работают, как вожатые. У нас есть занок телезрителя. Игорь, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, Анна Шалабзева. У меня такой вопрос. Что должны знать родители о сахарном диабете у ребенка? Ну, кто ответит? Ну, это интересный вопрос. Игорь, мы во второй части, кстати, программы, у нас будет как раз тот самый родитель. Да, вот мы его тоже спросим об этом, а пока наш эксперт. Если ребенку поставили сахарный диабет, установили, да, то в первую очередь, что должны знать родители, и они будут обучать своего ребенка, это к грамотному почету хлебные единицы, высчитывание количества инсулина с корректировкой на уровень сахара крови и двигательную активность. И вот, к сожалению, этой цепочки, этой взаимосвязи у нас нет ни в одной школе сахарного диабета, откуда и возник, собственно говоря, мой проект авторский. И я всю эту цепочку соединила воедино, начиная от познания родителей и заканчивая практическими навыками ребенка в условиях самых обыкновенных, приближенных, ну, вот, в которых находятся другие детишки. Диабет не считается освобождением физкультуры, противопоказанием для занятия спортом, там, танцевальным спортом, нет? Нет, наш, наоборот, наоборот, то есть я, насколько понимаю, все меня еще поправят, вот, что активность должна быть у них. Должна быть даже большая, хорошая активность, вот, потому что он пришел, когда в зал вернулся, он также сказал, Марина Владимировна, мне надо двигаться, мне надо танцевать больше, я говорю, Влад, пожалуйста, зал твой. Ты можешь танцевать, и он также на всех занятиях, и он очень, и это, ребята, вот, внешне, когда вы никогда не скажете, вот, я говорю, если вот понимать, что только, допустим, с каким-то излишним весом, да, ты сразу думаешь, а вдруг там что-то, то здесь нет, совершенно вообще, просто спортсмен, он все время активный, да. Ну вот только Александровна говорила, что это есть некая такая заторможенность в развитии, вы это наблюдаете? Нет, к сожалению, вот здесь вот что могло быть? Тут момент другой, дело в том, что все равно в любом случае, у нас ведь организм адаптируется ко всему, да, в буквальном смысле. Примерно через полгода, через год у каждого по-своему, ну, головной мозг в буквальном смысле находит свои варианты решений вопросов, да, то есть ты учишься заново учиться, вот при том уровне сахарокрови, который у тебя существует, и бывают те моменты, когда, да, у тебя сахар подскочил, пускай кратковременно, до 15 ты чувствуешь, что ты достаточно тяжело усваиваешь материал, но ты уже умеешь это делать, в отличие от первых нескольких месяцев заболеваниями. Поэтому внешне, да, мы ничем не отличаемся, и мы очень любим жить все, мы очень все рвемся жить, вот кого из-за больных с сахарным диабетом не увижу в детишек, солнышки. То есть получается, что те, действительно, у которых есть какие-то ограничения по здоровью, они еще больше тянутся в профессии, в каких-то достижениях, вы это наблюдаете с особенными детьми? Ну, конечно, я еще раз подчеркну, дети вообще сами по себе, они хотят добиваться чего-то, они хотят достигать с самого начала, обладая, зная, что у них есть этот диагноз, либо нет, но они все равно хотят, хотят быть лучше, хотят быть наравне, самое еще самое главное, не просто даже прям стать самым лучшим, но быть так, как все, не быть где-то в стороне. И это самое важное, и то, что вот как раз именно этот проект и делает, да, то есть мы их просто социализируем, делаем так, чтобы, в общем, они в социуме жили, и наравне с остальными ребятками все то же самое делали. Чтобы они не чувствовали, что у них какие-то отклонения, им и так достается, вот раз минимум в полгода, то есть они лежат в больнице, это неблагодарное занятие, да, и очень тоскливое. И плюс ко всему все равно периодически где-то себя, может быть, плохо чувствовал ребенок, да, какие-то существуют. В школу приходят, приводят родители, ребят, и некоторые преподаватели умудряются при ребенке сообщить о том, что им предлагают перейти на надомное обучение. И с такими вещами, с такими рассказами я сталкивалась как лично, так и вот рассказывают, да, родители до сих пор. То есть ребенку с самого детства, в зависимости от того возраста, когда он заболел, да, начинает назиждевать, что он уже больной. Это неверный подход. У нас каждый, я уже обозначала, что каждый человек, ну, должна быть определенная самодисциплина. Сахарный диабет – это элементарная математика плюс самодисциплина. Все. Ну, то есть ничего сложного тут нет. Как распознать у ребенка сахарный диабет? Ну, там классические симптомы. Ребенок начинает просыпаться. Ну, мы говорили про ожирение, но это же не один из факторов, да? Нет, дело в том, что ребенок может быть, ну, достаточно крупный, скажем так. И вдруг он неожиданно начал худеть, при том, что продолжает кушать, ночью просыпаться, в туалет начал, пить много начал, плакать чаще. То есть такая симптоматика замечается быстро, в особенности у родителями, у которых детки поспокойнее. Те, которые более эмоциональные. Ну, тогда первое, что бросается в глаза, это ребенок начинает худеть при том же количестве еды, при том же режиме и много пьет. В каком возрасте в основном выявляется это заболевание? Очень по-разному. От нуля до бесконечности. Ну, сколько отведено человеку жизни. То есть в любом возрасте сахарный диабет может открыться. Вы сказали, что в семилетнем возрасте, да? Я, да, в семилетнем. Да, на вашем примере у вас тоже была какая-то излишняя полнота? У меня, я была крупная изначально, избыточной массы тела у меня не было, но я заболела просто самым обыкновенным гриппом. Без антибиотиков меня около трех дней пытались сбить температуру, она держалась почти под 40, и это, по сути, было осложнение. На поджелудочную железу я сейчас уже в свете своих познаний считаю, все равно полетело то, что было слабое. Слабое звено вылетело. Потому что на данном этапе, сейчас моему отцу почти под 70 лет, у него открылся сахарный диабет второго типа. Также по наследственности я знаю, что у нас есть обменные нарушения. То есть, собственно говоря, опять же, есть генетическая закладка, была поджелудочная железа слабая. В моем случае обыкновенный грипп спровоцировал сахарный диабет. А вот сегодня, несколько десятилетий назад, изменились ли подходы вообще к сахарному диабету? Изменились. Сейчас, первое, у нас изменились инсулины. То есть, если раньше мы просто подразделяли короткий, продленный инсулин. То есть, сейчас вот эта категория инсулинов, это вошли в группу среднедействующих инсулинов. Теперь у нас существуют ультракороткие, ультрадлинные. И вот техника введения данных инсулинов, она другая. Те детишки, которые находятся на инсулиновой помпе, там, получается, только ультракороткие поступают. Но им надо, необходимо за этим прибором следить, уметь им пользоваться. Так будет правильнее сказано. Все детки, которые находятся на шприц-ручках, именно техника введения поменялась. Так как ультракороткий инсулин всасывается быстро, если они насчитывают большую дозу инсулина. Ну, предположим, 8 единичек. Для маленького ребеночка метр двадцать сразу эту дозу все ручечкой вколоть. Это будет очень резкий пик всасывания инсулина. А вот пища не успеет всасаться. И срабатывает защитная реакция организма. То есть, печень у нас начинает выбрасывать гликогенчик. И дальше родители сталкиваются с тем, что, ой, что-то у нас сахара повышены. Они повышены не потому, что вы просчитались по хлебным единичкам, и сколько ввести инсулина, а потому что произошла резкая всасываемость именно инсулина. И вот такие маленькие тонкости, нюансы, там много, я сейчас не буду все рассказывать. Родителям, и в первую очередь детишкам, необходимо знать. Так, мы поняли, что проект уже идет. С первого апреля этого года официальный старт. Что еще включает в себя? Есть лагерь, да, Марина, наверное, сказала. А это, собственно говоря, это основная практика. Это вот когда ребенок у тебя находится с утра до вечера вместе с тобой. Что у нас обычно делают родители? Им проще и быстрее почитать за ребенка. Здесь у меня такого подхода нет. Я им даю все равно немножко поскрепить мозгами. Ошибок они не наделают, но они начинают сами думать. Где-то я их потихонечку подталкиваю. И, как я уже говорила, дети копируют взрослых. С тем учетом, что для них я становлюсь в буквальном смысле мамой на это время. Они будут копировать меня. Поэтому я всегда во всех двигательных мероприятиях начинаю прыгать вместе с ними. И они через некоторое время обращают внимание, например, на то, что вдруг я встала и пошла за глюкометром. Если первые несколько раз они пропускают это мимо глаз, то на очередные разы некоторые уже начинают подходить и спрашивать. Ольга Александровна, она может пора уровень сахарокрови взять? И это уже хорошее забер. Почему? Это должно быть в буквальном смысле на подкорке. Взять уровень сахарокрови, сделать инъекцию, перекусить. Взять уровень сахарокрови, сделать инъекцию, перекусить. Эти часы у тебя работают постоянно, ты на них не отвлекаешься. И уж тем более не отвлекаешься на такую ерунду, как, ой, а вдруг на меня кто-то посмотрит. Ну, пускай смотрит. Ну да, я беру уровень сахарокрови. Ну, подходите, я вам покажу с удовольствием. То есть это же привычка, да? Вот этот вот психологический момент надо у детишек отключить, чтобы они не бегали, не в углу ныкались, не в туалете где-то делали. Возьми, сделай ты инъекцию, ничего страшного. Возьми уровень сахарокрови. Мы сейчас прервемся на блок коммерческой информации. В это время будем менять нашего гостя. Напоследок хотела спросить у Марии Владимировны, вообще пожелания к родителям, у которых есть такие особенные детки. Ну, пожелания какие? Конечно, быть сильными, в первую очередь, и всеми всячески способствовать деткам своим. Они не должны чувствовать себя какими-то иными. Вот, в этом плане им везде помогать, потому что подчас, говорю, общество не всегда помогает. Вот, и, соответственно, ну что, и дальше просто жить, просто жить такой же насыщенной, интересной жизнью, которую мы можем на сегодняшний момент дать нашим детям. Вот, мы отдаем в этом плане все, все наши тысячи квадратных метров будут под лагерь, направленные гимнастические центры IG, мы школа танцев и баланс, то есть и парк весь 850-летие будет наш. Вот, то есть мы будем делать все, что можно делать, и то, что было в опыте нас с тех времен пионерских лагерей, у нас и линейка, и поднятие флага, и гимны лагеря, и девизы, и первая смена Гарри Поттера. То есть мы сочетаем с тем, чтобы им было еще и современно интересно, вот, то есть мы живем полноценной жизнью, и так должны делать все остальные, остальным мы поможем. Да, хотелось бы еще прям пару слов. Спасибо, Елена Владимировна, за то, что вы нас взяли под свое крыло, потому что на самом деле не все лагеря дневного пребывания и не все люди готовы взять детей с сахарным диабетом. Существует определенный страх у людей, поэтому большое вам спасибо. О страхах мы поговорим после рекламы, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы возвращаемся в студию, спасибо, что остались с нами, и к разговору присоединяется как раз мама, у которой тоже появился ребенок, и внезапно, это в возрасте 7 лет, было обнаружено заболевание сахарный диабет. Через чего она прошла, с какими трудностями столкнулась, и как помогла школа сахарного диабета, спросим мы сегодня Наталью. Наталья Нелюбова. Добрый вечер, Наталья Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите о своем опыте. Вот, когда вы узнали, что у ребенка вот такой диагноз? У меня ребенок заболел, когда мы пошли в первый класс. Нам было 7 лет, и все началось как раз, как рассказывала Ольга Александровна, с резкого какого-то похудения, то, что ребенок стал чаще пить, чаще бегать ночами в туалет. И, наверное, в тот день, когда у меня закралась впервые мысль о том, что у ребенка сахарный диабет, этот диагноз подтвердился. К сожалению, он подтвердился в реанимации. Слава Богу, у нашего ребенка такая сила жить, желание жить, что как бы мы вышли и как бы смело уже живем с этим 7 лет. Но для этого мы сделали с папой девочке все, что возможно, то есть как бы постарались ей облегчить жизнь, опять же, приобретением той же самой инсулиновой помпы. Почему 7 лет вновь фигурирует здесь в эфире? Вы рассказали про свой опыт, и мне кажется, здесь уже как-то это не случайно, эти цифры. Существует при развитии ребенка, при росте, да, несколько гормональных ступенек, несколько этапов. Вот с 7 до 8 это первая ступенька. Самая большая, это как раз чаще всего в нее многие начинают заболевать тоже сахарным диабетом. Это основное половое созревание 12, 13, 14 лет. Потом в районе 18 лет еще одна гормональная ступенечка. Они достаточно происходят скачкообразно, да, выплеск мощный гормональных гормонов происходит, и где-то произошла несостыковка. Где-то организм не справился с внутренним дисбалансом неожиданно возникшим. То есть если мы внешне данные проявления замечаем в виде отклонения психики у ребенка, да, то есть какая-то раздражительность, может быть, слезливость, то внутри, собственно говоря, точно такой же вот дисбаланс происходит. И не всегда организм справляется, если на данный процесс еще что-то дополнительное наложено. Наталья Александровна, какими трудностями Вы столкнулись, проблемами при постановке этого диагноза? Ну, для начала как бы все шло неплохо, а потом начались резкие скачки сахара. Чем взрослее становилась дочь, тем больше какие-то влияния, погода влияли, какие-то расстройства влияли. Где-то кто-то что-то сказал, она понервничала, вылетало это все высокие сахара. Соответственно, мы даже попадали и повторно в реанимацию в результате этого было, и с очень низкими сахарами попадали. Как бы с этим справиться сложно. А потом начался уже подростковый период в 12 лет, когда девочке стала она всего стесняться, да, и как бы тут вообще стали, скажем так, что ребенок начинает на этом периодах чаще всего хулиганить, кушать, не колов инсулин, потому что он хочет быть как все. И стало очень сложно объяснить ей, ну, за что ей. Она же всегда потом начала чаще всего задавать вопрос, за что мне это, мне так устало, я хочу быть как все. Ну, как все, к сожалению, не получается. И когда уже задались мы этим вопросом, мы попали в проект Ольги Александровны, чем мы не пожалели, потому что она помогла нам достучаться до нее, и то, что я пыталась вложить своего ребенка 7 лет, но, видать, мои слова все равно что-то против специалиста меньше значит для ребенка. Ее она послушала больше. Ну, тут, наверное, человек со стороны, или все-таки какие-то есть методы? Ну, это из той самой серии «Нет пророков в своем Отечестве». Вот, а дальше девочка, да, ей хочется быть как все, и вот этот вот самый контент я ей показала. Как быть как все, но все-таки не влетать в очень высокие сахара, да, понятно, не всегда. Все проходит гладко, но ей стало, по крайней мере, проще. Более того, все равно общение с таким же больным сахарным диабетом, оно играет свою роль. То есть человек, который меня понимает, он как бы, да, мне так вот родственен. Я поэтому и сказала, я для них мама. Они видят такого же человека, проболевшего много сахарным диабетом, и при этом я уже веду проект, многие осознают, что это все-таки президентский грант, все-таки уникальный проект, человек много добился, значит, я тоже так могу. А я всегда достаточно много делаю движений, смеюсь, танцую что-то с ними, общаюсь, и они понимают, что в этом мире, в принципе, можно все. Есть ли сегодня недостаток в информации о сахарном диабете? Вот куда вы обращались? То есть наверняка здесь нужны знания, да, но я так предполагаю, что вот есть заболевание, нужно вокруг него почитать, собрать информацию, кому-то обратиться, к специалистам или что-то еще. Вот что вы сделали, когда вот узнали об этом? Очень много читала. Плюс у нас был очень хороший доктор, который заставил нас, в первую очередь родителей, не расслабиться, не плакать, собрать всю силу в кулак, и чтобы мы свою боль, свои переживания не показали детям. Она нас заставила учить, и это дало свои плоды. Она нас научила, как можно справиться в любой ситуации. Она нас не упускала из больницы до тех пор, пока мы, мамы, не могли это понять. И я ей очень за это благодарна. Вроде бы, с одной стороны, жестко, а с другой стороны, она нам дала такую базу, да, чтобы мы первоначально могли выйти в жизнь с этими детьми, не бояться. Да, конечно, первые ночи после больницы тогда это самый страх, но, опять же, много читать, много читать со временем. Ну, какие-то все равно школы диабета нам показывали, да, те же самые врачи в больнице, поэтому всему обучаться. Как вы считаете, все-таки знания здесь играют ключевую роль? Да, знания, технику. Невозможно отработать какие-то практические навыки без определенных познаний. То есть ты не понимаешь, что тогда тебе делать. И в первую очередь, естественно, знания детей базируются на познаниях родителей. Если родители элементарно им делают подсказки неправильные, учит их с детства что-то неправильно подсчитывать или делать какие-то манипуляции. Ну, у нас, я говорю, получается немножко другой момент. С одной стороны, вначале то, что родитель подсчитывает за ребенка и делает, это верно. Но потом его надо постепенно отпускать с поводочка. Вот этого вот связки у нас нету. У большинства, я понимаю, мам, им страшно, они боятся. А потом это очень резко обрывается, вот как раз 12, 13, 14 лет, когда ребенок все-таки, но он хочет погулять со своими. И хочет мама, не хочет, она отпускает свое детечко с абсолютно пустой головой. Потому что тот что-то там помнит, что-то не помнит. Нехорошие результаты. То есть как раз задача-то и научить ребенка самому жить этим. Определенные знания, причем чтобы они не как обезьян, не только как обезьянки считали, чтобы они понимали процесс внутри себя. Что происходит в их организме, как только это понимание они достигнут. Они смогут с точностью до миллиметра понять, даже не беря дополнительно раз уровень сахарокрови, что им вот в данной ситуации при вот данном своих ощущениях необходимо сделать. При том, что у него сейчас вот полчаса буквально, ну нету времени полчаса взять уровень сахарокрови. Но за эти полчаса, чтобы не было каких-то резких изменений. Мы с Оргой Александровной говорили о трудностях вообще в социуме вот таких деток, что и в школе предлагают перевестись на другое обучение, на индивидуальное. А вы столкнулись с этим? Как восприняли вас в школе с новым диагнозом? Учителя восприняли нас нормально. То есть как бы к этому отнесли все с пониманием. Чтобы нам предлагали домашнее обучение, как бы изначально я поставила вопрос, что такого быть не может, что ребенок будет жить в социуме. Да, столкнулись с какими-то, может быть, насмешками детей. Ну, потому что дети еще достаточно глупые, и они не понимают, что не дай бог что-то. Ну, как бы я старалась в этом случае выйти просто на родителей, побеседовать так, что они объяснили детям, что мой ребенок ни в чем не виноват. Что вот так судьба вот к ней отнеслась. Ведь это же может ударить, стрельнуть в любого. И с родителями приходилось. Приходилось, конечно, потому что все-таки дети достаточно в нашей... Да и в любое время дети достаточно глупые и жестокие. Где-то какая-то оброненная шутка, а дети наши, они достаточно ранимы в этом заболевании, потому что они понимают, что они не такие, как все. Кто-то пошел, съел конфетку, а наши не могут. И уколоть шприцом, поэтому где-то постеснялся, кто-то пошутил. Ну, и возникает дальше вот каким-то снежным комом, потом который ты дома пытаешься уже разобрать. И так причем, ну, практически каждый, хотя по разу вот такой вот момент детишек прошел, да, со сверстниками какие-то вот неурядицы. И что самое интересное, у всех, ну, да, как родители могут решить этот вопрос. Дома поговорить с ребенком, поговорить с родителями. Я сейчас как раз и пытаюсь вот при общении с детьми сразу им рассказать, каким образом уже в свете своего опыта можно очень легко и спокойно, ну, отбортовать и ответить самостоятельно. Так, чтобы это все-таки не откладывалось в головке. И потом, ну, многие могут замыкаться на самом деле. И ничего хорошего из этого не получится. Ольга Александровна, как обратиться к вам, к вашему проекту? Как стать участником школы? Любой желающим, приходите. У нас в ВК есть официальная страница Российской диабетической ассоциации. Можно позвонить по номеру телефона ко мне лично, да, я объясню, куда, что, чего. Вторник, четверг, в 6 часов вечера сейчас проходят занятия. По субботам я стараюсь делать какое-то практическое мероприятие по возможности. И сейчас 31-го числа стартует первая смена лагеря дневного пребывания. Ну, и напоследок, есть ли профилактика у сахарного диабета? Давайте не будем впадать в крайности, как я всегда говорю. Все должно быть в меру. Нормальный, разумный подход, здоровый, правильный образ жизни просто очень жестко звучит для многих. Они сразу думают, что они должны сидеть на морковке и капусте. Нет, ничего подобного. Все должно быть в меру. И двигательные активности, и питание, да, и отдых элементарный. Тогда все будет хорошо. Наталья Александровна, что бы вы пожелали родителям, которые столкнулись с этим заболеванием своих деток? Держаться, еще раз держаться. И вселять в своих детей оптимизм. Никогда не сдаваться. Все будет у всех прекрасно. Можно я еще хотела бы очень обратиться ко всем, кто нас сегодня видит и слушает. Мы приглашаем, я лично приглашаю всех поучаствовать, кто может, кто хочет в проекте для реализации двигательной ее части. Давайте сделаем жизнь наших деток более радостной и счастливой. Ну что ж, вот с такими позитивными пожеланиями у нас сегодня была Ольга Макарова, автор и руководитель проекта «Диабет у детей – это не приговор, а всего лишь образ жизни», школа сахарного диабета в практике, диетолог-диабетолог, и мама, которая уже прошла эту школу и уже ничего не боится, да, и учит своего ребенка, как жить с сахарным диабетом. Это Наталья Нелюбова. Спасибо огромное. До новых встреч и удачи проекту. Спасибо нашим телезрителям, что сегодня были с нами. Всем хорошего настроения. Будьте здоровы и берегите себя.